5 мая на пасху мы побывали в гостях в гостях в молодом саду опытных садовников привет всем добрым людям с вами елена на своем канале мой сад воплощение мечты совместно мастерской q garden в садовом туре сад татьяна и мираба творческие люди татьяна безминова и мираб мегрели она театральный режиссер он оперный певец и преподаватель в гидисе это конечно было очень интересное общение и сад великолепный молоденький сад который посажен уже сознанием дела это очень интересно и татьяна провела нам экскурсию в этот день был очень сильный ветер конечно ветер очень сильно мешал снимать тем не менее запись состоялась я решила ее выложить потому что действительно интересно интересно послушайте как татьяна как и что татьяна говорит о своем саде о посадках о выборе растений как она к ним относится с какой любовью рассказывает это действительно интересно и это не последний я надеюсь визит в этот замечательный сад молодой сад в начале сезона это как не раскрывшийся бутон хочется скорее увидеть цветок и в июне мы поедем на цветение ругос но сейчас предоставляю слово татьяне вам желаю счастья выращивайте сады и будьте счастливы я думаю что вот но во первых это мой наверное четвертый или пятый сад я уже сбилась со счету так 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 жизнь складывалась просто что сады в одном месте возникали потом мы их покидали по определенным причинам но я я думаю что это все-таки финальный сад будет функция жизни поэтому сейчас ему три года и сейчас я вполне понимаю чего я хочу от своего сада прежде всего хочу чтобы мне в нем было хорошо надо для вас хорошо я люблю природный стиль я люблю большие деревья я очень люблю когда нет такого регулярного немножко немецкого порядка да вот в саду мне мне нравится некая запущенность но это так она и будет у меня потому что силу профессии силу профессии у меня нет много времени для того чтобы посвятить саду и для меня это такое место уединения для для нашей семьи хорошие уютно хотелось бы чтобы все росло конечно побыстрее чем это происходит но вот пока как есть получается что он выбрал в себя опыт вот всех предыдущих садов а получается так мы просто по предыдущим садам сделали выводы что нам нравится чего мы уже от чего мы уже уходим то есть например совершенно ушло увлечение розами в венгерском саду от радости ну вот от того что не надо укрывать вот мы решили что но раз укрывать не надо значит розы будут прекрасно себя чувствовать они действительно себя прекрасно чувствовали но я себя не очень хорошо чувствовал как потому что каждый день 5 утра я брала секатор в руки или опрыскиватель или еще какой-то агридогат потом это все обрезалась загружалась в тачку потом это нужно было дождаться момента когда нам разрешат жечь и так далее а росли они там как будет здорово да то есть это были розовые деревья ну и потом мы стали постепенно там уже от роз уходите заменять их хвойными большое на нас впечатление произвела поездка в чехию в питомник костельничков и который александр да вот мы заставили вот этих товарищей костельничков но уже без без старше практически поколения то есть мама и так понимаю никто не говорит видимо ее уже давно нет был вот этот дед старый костельничек который самый такой селекционер и сын который уже занимался бизнесом я так понимаю что в свое время вот старшие поколения это все населекционировали а теперь младший этим пользуется создали потомство да и большое впечатление на нас произвел иржебалатка то есть мы преодолели 400 километров чтобы попасть к нему в сад и это абсолютно театральный персонаж то есть это такой боровичок с руками похожими на старые корни деревьев и у него всегда в руках какой-то инструмент секатор то есть он ходит рассказывает попутно он что-то подправляет когда мы попали в его сад даже не для меня была перемена большая а для быть мираба потому что он навсегда влюбился в хвойные деревья и дальше все что мы не меняли в саду мы меняли на елку сосну пихту цугу лиственницу и так далее так далее то есть мы стали это варианты хвойных и все что к ним идет но вот соответственно вот вот мы сейчас стоим возле этой аризонской юлечка покажи нам аризонскую я извиняюсь я вот на самом деле я не знаю точно я думаю что это субальпийская пихта главка компакта я почти в этом уверена просто в питомнике она называлась чуть по-другому но судя по всему это она вот я считаю что это дерево если у вас есть желание посадить одно хвойное растение то пусть это будет вот эта девочка потому что она настолько универсальна во первых это компактная форма изящная габитос очень красивые шишки очень красивый благородный цвет хвой не такой как у кремлевских елей да и она мягкая ну как все пихта ну то есть это это абсолютно безобидное создание безобидное создание невероятное здоровье мало важно невероятное здоровье никогда мы не видели на ней ни одной из сухой веточки там обожженные поврежденные никаких вредителей ничего собственно говоря почти с нее все началось а там вот в углу стоит ель вергата но и ей уже не никого не удивишь очень многих она есть вот который змеевидная змеевидная ель их много бывает разных вариантов я так вижу что у вас она не единственная вот не единственная есть еще вергата но тоже ели обыкновенно на правда не очень хорошо вышла из зимы но наш поправит поправиться не все будет хорошо с ними все будет нормально дальше вот мы по совету саша высоконова высадили здесь должен был быть клен маньчжурский а мы высадили клен red sunset вот клен красный вот он всего нахваливает да я ему позвонил я просто кала саши расскажи мне пожалуйста про клена и он сказал ты знаешь если бы я сейчас создавал сад я наверное все был засадил кленами красными разными сортами но лучше всех red sunset но вот собственно говоря он у нас и появилась не жалею ни о чем кстати говоря мы прошли мимо любопытный штуковина это береза это береза арктическая но у нее есть сорт golden 3g а вот у меня в саду нет можжевельников вообще и не будет никогда вот тот а вот это все микробиота да это все микробиота да и я сейчас покажу даже более шикарные экземпляры и честно говоря я не советую не увлекаться увлекаться можжевельниками это всегда либо запреет либо заржавеет еще какие-то неприятности причем это будет не та ржавчина которую мы так все любим да 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 не компаний вообще здоровье растений конечно это большое дело мы очень увлекаемся порой сортами но есть вещи которые нас расстраивают и есть которые нас радуют вот мне радует лайки страйк лайки страйк вообще красота какая у нее шишечка шишечка у нее шишки да и вообще она очень озорная озорная она такие фиги выкручивает это просто и у нее очень красивый цвет хвоя такого бутылочного стекла вот такого очень редкий даже не даже не подумаешь что это да ну да потому что она еще малышка шишки то уже все я не думаю что она малышка я думаю что ей вот ну по природу смотрите ну десять лет не меньше за есть есть вы посадили вот ее сюда подарочку или или сначала здесь было было что она любимец нет сначала мы к ней сделали то есть мы во-первых не хотели повторяться да с инверсиями а я вот хочу хотя это идея очень красивая действительно но мы хотели чтобы вот у саши была своя картинка у нас своя картинка мы сюда запустили хороший климатис это эмилия плантье он будет сиреневыми цветами цвести будет будет красиво летом потому что не высокорослый сильно рослый климатис да он мощный но заберется с легкостью да он заберется здесь вообще в саду высажено много княжиков немного клематиса в третьей группы обрезки то есть либо мы не обрезаем вообще как в случае с княжиками да либо это вот-вот под ноль и заподлицо и тоже не я обратила внимание какие красивые вазоны у вас вообще в кашпо и горшки очень красивые это временная композиция или это тут планируется горшочный сад это не что-то здесь останется но вот серые все горшочки уйдут на веранду и в них коллекция мяты я заказала в мятной ферме большое количество мяты так вот но будем снимать все как есть вот помидоры померзли ничего страшного хотя их прикрыла такой временной тепличкой но они сказали нет это не наш это не наш вариант минус минус 3 это не наш вариант и решили так а с мятой ничего с ней все хорошо то есть ее можно высадить в сад конечно но у меня есть определенные требования к мяте ее не любят комары мухи и всякая другая нечисть летающая и если она как раз у вас если я высажу на веранду огромного количества во-первых это удобно вышел откусил в чай заварил вдруг она вся же прекрасно смотрите вот какие названия я сохранила все этикеточки мята маргарита мята черная смородина мята смородина красивые этикеточки это мятная ферма это набережные челны они прекрасно пакуют присылают вне рекламы кстати это просто правда здорово а вот смотрите и главное только ночь и не смотрите мята разнотраве прованса вы можете это все понюхать посмотрите это правда вкусно ребята а вот это мята шоколадная 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 смородина кучавая почему-то две у меня бергамот французский ну в общем сами названия говорят у себя уже вкусно уже вкусно я думаю что в жару она будет еще очень сильно испаряться то есть на будущем веранде будет гераль и мята мы все привыкли инверсия и все ее очень хотим а есть более изящные версии инверсия это ель пробург сорт ели обыкновенный фробург ведет она себя абсолютно также как инверсию точно также не держит макушку точно также ее можно на любую высоту поднять и если не поднять она будет стелиться юбка и так далее но посмотрите какое кружевное плетение какая то есть это такой арабский скакун рядом с тяжеловозом если их ставить рядом да я вам признаюсь я заказала себе уже инверсию заказала уже арочку я арюшка нет нет все хорошо с инверсами жжем нет не сама нравится ужасно и я всем советую инверса ну что это надежно это очень надежно это очень красиво а вот здесь кстати карочки посажена тоже хорошая особа юлечка вот эту особу который и вот эта особа называется ель сербская пендула брунс то есть она будет и мы ее пытаемся направлять хотя она в принципе сама уже задала это направление ты такие танцующие сербские ели и здесь три экземпляра когда все вырастет здесь будет значит что касается роз девочки я перешла на рубозы на сортовые причем на очень крутые покажите вот я лекция невероятной красоты но сейчас это вам летом надо приехать когда это все если вы не будете возражать мы с удовольствием да вы хоть каждый день приезжайте конечно вам нужно обязательно приехать на цветение ритаусма дальше ну вот сейчас я просто показывать не буду потому что они в данный момент да давайте мы тогда на летние вот это вот оставим на десерт летний десерт вот вы начали говорить про розы что в свое время я увидела передачу очень простую типа лекция когда рассказывала очень хороший селекционер московский о неукровных розах рассказывала показывала фотографии формат был скучнейший да они же да да это тереза багнет треза бунье извините я прочитала как это все читают за бунье да если по-французски то именно так есть очень много здесь интересных сортов роз потом когда вы приедете не роз а именно робос но гибриды да гибриды высоко декоративные вот эти очень можно сказать шиповники правильно назвать или нет знаете вот те кто занимается неукровными розами он так обижается когда это не про меня это про людей которые серьезно этим занимаются мне говорят это не шиповник это дикая роза я их понимаю потому что они ну вот реально они правда очень красивые потом про проведем экскурсию я все это покажу расскажите при березку береза это сорт береза полезный лонг трамп очень известный сорт наверное его может позволить себе любого размера сад потому что это не и конечная высота в этом шатер потом шатер причем не очень крупный в отличие от юнги береза юнги она дает широкий шатер а лонг трамп она такой вот деликатный деликатный водноместный да 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 ну и опять же это березочка очень пластичная сейчас на молоденькой и не видно ее основной прелести с возрастом у нее становится абсолютно белоснежный ствол нам рассказывали про нее в репейнике эту березу и максим очень проникся потому что на берег да береза очень сильный оберег вот мы вот их и не любим да и вот из-за тех которые большие которые пылят которые вот и не только вот понимаете в москве еще скажу гадость абсолютно в подмосковье нет красивых берез это правда красивые березы есть в карелии в сибири а в алтайском крае природные а у нас они вот какие-то все вот смотрите ну как сорное дерево сорное дело еще падают без предупреждений не предупреждают вообще то есть просто маленький с них летят вот это вот сеются бесконечные понятно к ним отношения такое уже не надо да 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 сирене у меня много вот тоже чуть-чуть они из-за холодов мотива вели это сирень еще распустится конечно конечно она еще не начинала это вообще первый год светения это сирень колесникова мечта вообще я очень хорошо отношусь к нашей истории русских достижений в селекция есть у меня много есть еховских чубушников лунный свет необычный воздушный десант зоя космодемьянская жемчуг зою только знаю вот я их знаю и воздушный десант воздушный десант земляничка падает это это очень красивые все чубушники зимостойкие крепкие надежные и конечно потрясающим совершенно человеком был леонид колесников которые во время войны практически и и чуть подальше другие годы просто мировые шедевры создал то есть красавица москвы до сих пор считается мнение юнеско лучшей самой красивой в мире вот мы стоим возле хорошие елочки елочка это акракона пуш это это что дочка акракон дочка . ее дочка вот которую мы тоже видели в питомнике костейничков и кстати кто думает что она малышка сильно ошибается потому что она вообще не малышка у костейничков она была трехметрового роста то что ее когда этот вопрос о том как хомячок превращается в слойника практически всегда так делаю это свойство хомячков это моя любовь к кедровым соснам сосна обыкновенная видовая сибирская кедровая очередной дорогу берет к же получается для себя то есть вы сами из перми да получается я из я родилась в новосибирске и очень много времени провела в томске большую большую часть жизни можно сказать вот это сосна кедровая сибирская видовая а через дорогу сосна европейская кедровая который я привезла в чемодане из екатеринбурга и вообще много чего привезла в чемодане как это знакомо да да это ротер аустрад это сорт ели сердце у нее будут вот такие они уже начинаются красные приросты но это это прирост или это шишечки это шишки что это а я я вообще не знаю потому что она у нас первый год мы только наблюдаем как это будет происходить свет сведения они у меня до этого момента были очень размытые но вы знаете что вот беда всех ярко приростных елей то что они потом становятся ну совершенно обычными что риддал что там не знаю розе из пиката там и так далее но я подумала хорошо там неделю будет красоты а потом мне на эту елку смотреть пускай хотя бы она будет просто не сама по себе необыкновенная поэтому ель сербская она сама по себе красивая у нее встроенный габитос а у нее интересная двуцветная хвоинка да да я обратила внимание что вы здесь у нее прямо она отличается очень мне даже знаете вот как-то реверс другой да вот она вот если и развернуть она становится там голубенькая какая прелесть вообще сербские елочки это вообще отдельная история отдельная потому что даже когда мы учились и многие говорят хочу новогоднюю елку какую елку посадить и и все преподаватели в один голос сербскую что она снизу не лысеет она вся вот такая вот аккуратненькая и прямо вот классическая новогодняя елочка вот это тоже интересная сосна это сосна сорт сосны обыкновенной бона называется она будет более она будет более кряжестая чем обычная сосна и у нее голубая хвоя и очень скоро у меня будут такие помадно-оранжевые свечи но тоже симпатично мы специально кстати говоря вот обыграть в саду тандыр непростое согласно любую вот эту зажига грот вот такой каменный нужно подумал ну тандыр это же что-то это что-то горное должно быть дурация не в горах но согласитесь как на террасе такое поставить но он будет он вниз не получается не вписывается мы для него придумали грот вот с такими необычными камнями это камень настоящий тогда это все камень да это кусок скалы можно вот это да то есть его суда на манипуляторе привезли все это устанавливалось у подножье мы посадили их ты бальзамическую и корейскую это бальзамическое то корейская подушковидные формы вот эти два сорта я честно говоря забыла как называется но могу вот по каменному карету вспомнить другие два сорта очень похожи вот такой небольшой рельеф есть да на участке но участок покупает и начинает там выравнивать пахать и тогда а потом дело начинают делать геопластику а мы приехали тут все было в борщевике вот все в борщевике заросли здесь и в заборе и мы первый же год ранней весной по мартовскому снегу засыпали все клевером и вот он сейчас вот этот клевер втянуло и вот он стал потихоньку вытеснять все все остальное то есть борщевиком никак отдельно не боролись косили косили только до просили не травили не выкапывали нет нет я не люблю но бездумно использовать гербициды если честно я вообще против минеральных удобрений и против гербицидов я не использую не ралку ни в каком виде не для кого а это что за прелестушка а это сорт еле колючей глаука пендула такая лапу или колендула как правильно не знаю даже обычно пендула говорят ну как правильно я не буду утверждать пусть будет пендула да ну так красиво же пендула да вот они не то чтобы пендула какая-то да вот пусть будет пендула она очень красиво потом с возрастом растет ярусами как пагода вот такими вот прямо искренне цвет какой не даже у шишечек какой-то такой вот прям или для даже шишечки это и не при ростике это при росте отрезалась веревочка но гуляет от ветра потом привяжем вообще с погодкой конечно не очень повезло зато хоть дождя нет дождя нет это правда есть вот есть мы это можно снимать потому что стройка идет люди же поймут что это строй конечно однажды здесь будет очень красиво значит про туи то и я там с марагда барабан ты не очень люблю но есть у меня несколько исключений по туям вот этот сорт называется the groder spire она самая узенькая из всех той она практически кипаристов карандашик такой будем наблюдать что с ней происходит но это не самая большая моя любовь самая большая моя любовь видовые туи вот перед вами туя сычуаньская из пекинского ботанического сада выращенные из семян золотыми руками артема романцова питомник родное дерево которое в питере находится это к ней посажена асока еще скажу ну так она лохматая по-моему наверное судя по внешнему вот вы посмотрите что это это же папоротники древние это же и парк юрского периода реликт это реликт это видовое растение которое вот только в одной провинции сычуань произрастала и она прекрасно у нас себя чувствует на это такое такая вот она прямо вот плотненькая такая да да похоже на обычные и это вот то о чем говорила самой линка она правда говорил про ту корейскую мы там ее посмотрим что пойдемте это можно будет обойти дом вокруг да как раз да конечно я не прошла мимо каких-то растения очень эффектных эффектно это ежик чешская селекция костельничка сосна горная александр мы такого без штамба наблюдали до ель колючая скажите мне александра не растет сейчас я выпала из головы герман нау да вот совершенно верно на штамбе не знаю как это будет ну вот это тот самый айс как метод меня нет у меня айсбрекера вот этого эту я корейская которая называется мне кажется это называется бриллиант а вон то я стал туя это пихта конечно пихта пихта а это пихта бальзамической киви не бриллиант извините девочки это тайга звучит лучше или тундра но у них есть тундра и тайга я путаю все время ну это ель же сосна горная желтохвойная зентор так тоже известный сорт но в основном winter gold люди сажают но в принципе это одно и то же вообще горные сосны все между собой похоже правило похоже но вот есть сосна якобсон которые ему свой облик и не а вот например вот как гнездо да вот на штабе возле бабочек ваших ну таких много если честно таких много но все равно они все равно не прекрасно не хорошими были вот литл джем не деформенс не деформенс литл джем рядом потом вот он пусть знают что у меня сорняки растут ну сорняки тоже это жизнь это жизнь да говорят тоже а крейчи крейчи в боже любовь речь и рядом миникин вот такая сосна горная с очень очень маленьким приростом она не требует от этой защитки она сама по себе вот так вот до пушится 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 вот как вот 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 щипаю щиплет вот эти уже не ничего не делаю я единственное знаете что вот вот эта сосна белокурая она будет конечно крупновато для этого карета и поэтому вы называете это корытом что-то вкопано или а потому что а потому что форма каменного корыта и это было очень смешно знаете вот мы все делаем неправильно люди сначала стоят строят дом проводят дорожно-тропиночную сеть там что-то фонари какие-то коммуникации а потом вот в эти карманы начинают высаживать композиции на все наоборот и дома не было еще а корыта уже потому что вы знали что это будет веранда и нам захочется выходить на веранду и чтобы у нас здесь был маленький но какой-то такой живописный оазис я не люблю слова альпийская горка это конечно не альпийская горка естественно ракаре даже не ракаре потому что ракаре он же весь камнем засыпан а это такое корыто ну контейнер большой и все пусть будет корыто пусть будет забавно вот это хорошо это интересно для подмосковья диковина это псевдоцуба ментиса действительно диковина это диковина кстати между прочим вот так даже и и не видела признаюсь она очень мягкая у нее красивые прирост и она хорошая альтернатива еле обыкновенной потому что ну более изящная может быть более мягкая с интересными шишками и более теневыносливая насколько я понимаю да честно говоря пока что есть здесь не очень комфортно пока еще сад не разросся она на полном солнце но она прекрасно зимует и прекрасно растет и когда сад поднимется и у ее будет на ее будут притенять уже другие растения и будет будет получше во первых так она будет постарше и в третьих у нее есть великая миссия мы когда располагали дом я говорю что мы ничего не планируем это не совсем так мы конечно очень распланировали относительно сторон света все наши постройки то есть маленький домик наф-нафа и вот наш основной дом который строится основное требование тот опыт который мы подчеркнули из венгрии из венгерского опыта нельзя ставить веранду на южную сторону вы никогда на ней не будете сидеть когда глубоким вечером или ранним ранее это просто запрещено то есть если вы хотите иметь веранду для отдыха для какого-то постоянного времяпровождения это либо северная сторона либо как у нас западная сторона но вы видите что здесь тоюк и что я сделала я посадила черемуху это не просто черемуха это сибирская красавица сорт черемухи ее есть второе название более благородная royal бургунди у нее как только она цветет она становится абсолютно бордового цвета вот эти листья становятся бордового цвета с медным оттенком очень жесткие бургундская да да красиво до нас не удобно это сибирская селекция у не очень стройная форма значит во первых ее не любят уже комары мухи и поэтому мы ее к веранде поближе часть миссии это часть ее миссии великой а от солнца будет южного ограждать вот это псевдоцога мензиса когда вырастет но это второй экземпляр кореи корейская туя вот она корейская туя видовая корейская туя с лапами серебряными внутри то есть и сейчас она еще после зимы не набрала цвет да да она конечно еще немножко тусклая после зимы как все вот подобные растения кстати говоря многие сортовые туи тоже так себя ведут да ну сморок только наверное исключение сморок да но они вот забор да это туя забор классика жанра а дальше да конечно она и не хорсман рекорд один из самых красивых садков и страница с хорошими большими крупными пудрями у у дианы они мелким без мелким без ждет своего часа невероятная редкость это тоже питомник по родное дерево пришло в посылке вчера это лиственница мастер сам это надеюсь я правильно назвала я очень старалась кара у не какая красивая очень ограниченный ареал обитания когда она вырастет она будет такого немножко бонсайного японского такого вида кряжистая и не огромные зеленые шишки не розовые а зеленые величиной со спичечной коробок вот это да да такая как уже взрослая сосновая шишка получается да 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 это очень небольшая редкость вот кто любит лиственницы у артема они есть в наличии кстати говоря у него действительно много интересных вещей для тех кто любит ну поинтереснее вот это моя гордость это часть изгородя для уговорила наших соседей чтобы не все было туевом забор это пихта сибирская ни у кого нет изгороди из пихты сибирской это очень-очень шикарно это просто вот понимаете то есть это тоже это вообще настолько красивое растение или прямо чистый изумруд да вот ядра чистый изумруд это вот отсюда изумруд взяли всех видов пихт вот таким ярким ароматом обладает только сибирячка и бальзамическая но по названию видно и я думаю соседи будут очень довольны тем более под цвет дома очень подходит все вот это она пока разгоняется понятно что она еще маленькая но она свое возьмет а между прочим не есть очень хорошее преимущество в отличие от елей и не надо стричь потому что это узкие такие стрелы которые вонзаются вот если вы когда-нибудь были в сибири физические стрелы за на черное вы рисковая говорят они нет такие болячки нет знаете какие болеют вот которые не видовые а вот действительно мы сейчас подойдем к одной девушке которых сосна черная на на вот она меня расстраивает регулярно постоянно я обрезаю что-то и нельзя брать в питомниках сорта сосны черной с узкой формы там green tower например и другие другие сорта потому что у них неправильным углом направлены ветви ломаются ломаются под снеговой нагрузкой это для не для нашего климата а это вполне себе надежная сосна черная а между прочим у меня есть еще и сосна желтая дорогие товарищи кто смотрит это видео настройка все все понимают это лиственница а вот у меня сейчас вылетел из главы на общем это гибрид между японской европейской лиственницы вот у нее тоже такая это вообще свойственно вот почему-то не обращал внимание на кору лиственниц только сейчас я посмотрел вот так похоже даже на на клен зеленый там есть такой зеленокорый такой плен необычная кора вот например рядом стоит кимфера до японская лиственница видовая тоже у меня много видовых растений вам высажали за заборе до за заборе все высажено но там был борщевик это очень интересная очень необычная засна желтая пандероза видовая это видовая создавая сосна желтой можно я вот так вот просто хочу показать насколько длинная хвоя но я сантиметров 15 да наверное где-то я даже измеряла вот смотрите вот там же по длине 18 18 18 я думал 15 я загнула знаете вот прекрасно третью зиму она была вот таким такой малышкой это из орехоплодного питомника в подмосковье у нас есть такие ребята хорошие орехоплодный питомник и они тоже выращивают все из семян большой молодцы но пусть сами 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 фастегиата рябина будет узкой и высокой это мне нужно было в этом месте чтобы их разместить между двумя соснами сосна кедрова сибирская привездаясь чемодан в чемодане из томска тоже маленьким росточком уверенно набирают обороты до обороты уверенно просто ну между ними растет и еще что-то понимаете ранее весна кому-то удалось навести порядок и все прополоть мне еще нет а вот здесь гинго и он живой и это сорт саратога правда его сломали боже мой это видим когда отвозили мусор вот здесь была большая мусорная куча сломали но ладно оклемаемся бывает бывает но это вот издержки до стройки что тут уж не поделаешь ничего издержки стройки значит сосна кедровая а мы идем к очень интересному дереву это рябина дадону благодаря наталья вот я только про него прям с языка сняли благодаря ей я узнала что есть такая рябина я ее нашла в питомнике ромаш ромашкин ромашкин парк да что-то такое да мы ее там купили довольно высокую почти с открытым корнем в самую жару когда здесь еще не было воды ничего она выдержала все абсолютно а потом мне кто-то рассказал что она у нас плохо зимует ну хорошо что я не знала об этом мне очень нравится история про шмеля до смели он не знает что по законам аэродинамики он летать не может вот именно он летает и рябина зимует вот это ель кстати говоря тоже одна из серии вот инверс но только макушку он держит отличие от инверс и это ель обыкновенная майор сорт называется майор и ведет она себя как майор шишек на ней немерено из-за того что она в прошлом году шишка нула с одной стороны ее потянуло от тяжести мы ее вы даже выносить не смогла выносить все свое потомство вот тоже будет высокой ели у нее не надо подвязывать но то есть узко видите как она узкая плакучая но при этом вот таки двор знак виват нам победа будет за нами это тоже все микробиота слушайте какие они хорошенькие они хорошенькие они правда хорошенькие и они это одно из немногих растений хвойных которые спокойно растет в полной тени так же как суга да да как суга через нее пробирается по речек еще не выплаты и наш вопрос времени наша наша война с прием и репейником извините продолжается я не в репейник должен уйти наталья говорит что это единственное что мне не нравится в репейнике что он потом уходит мы уходить не собираемся в отличие от растения боремся боремся это хорсман у вас да это господи кипарисовый мутканский а ну тканец хорсман это как раз вот в репейнике которые про зеленых ведьм смешно тоже борсман это можжевельник это можжевельник правильно ну ткани столь а мутканец и по рису вот смотрите мне тут плодовка есть интересно у меня плодовые деревья и декоративные они расположены все вперемешку мне нет такого отдельного места для сада плодового сада вот это все алыча чему столько лычи почему не яблоки почему не яблоки яблоки тоже есть есть сливы вишни и черешни их нет у меня а вот алыча гибридная есть потому что она выбрала в себя лучшее качество из всех косточковых во первых это русские гибриды они очень крупные во вторых они очень зимостойкие здесь кубанская комета мара и чук три сорта в прошлом году она попала в цветение под возвратные заморозки и по я думала что все это конец есть такое хорошее русское слово хана ну вот хана не случилось она выдала плоды даже да немного ну полакомиться за молоке до полакомиться мы смогли она не болеет она не поражается вот этим вот мы были мы не лизу который вот то есть если вы любите вишню купите ее на рынке вот не надо с ней мучиться не надо ее мучить и себя тоже вот если вы любите черешни купить ее на рынке потому что даже если она у вас созреет ее съедят птицы вот то же самое со сливами а вот алыча это очень надежная штуковина вот я как раз именно это и хотела услышать задавая вопрос почему именно алыча потому что это то что может здесь расти плодоносит не просто растет прекрасно может расти единственное требование это вместо повыше и по суше ну то есть вот у нас участок вы видите с небольшим уклоном и как раз здесь вот на возвышении кстати говоря и формирую никакой там не весной и не осенью а просто летом вот летом беру и срезаю все лишнее что мне не нравится и она к этому очень хорошо но на самом деле это нормально считается что нельзя резать деревья только когда вот сокодвижение то есть это когда вот распускаются листья и потом когда вот они уже ну все заканчивается вегетация а так любое время просто что говорят что с листвой не очень удобно виде не очень видно а мне вот кажется что наоборот не да и потому что то что получится видно что получится сразу и что загущается а между ними растет корейская видовая опять же пихта и прекрасно себя чувствую себя чувствует вообще все и вообще вот здесь почвы кстати сказали на глина глина здесь не сухо нет здесь сухо потому что здесь уклон сильный и но не настолько если бы забыли глина нет песок это самый худший вариант вообще мне кажется всех почвы я считаю что глинистые вот эти вот почвы они их нужно только сделать более рыхлыми мне для этого есть вермакулит вот вермакулит уходит здесь пачками вагонами тоннами но делает свое дело он делает свое дело вот удобрение я не использую а вот вермакулит и кокосовое волокно да то есть и я не копаю ямы вокруг разрабатываете да я свой верхний слой вот у меня есть растение я метр вскапываю скапываю вместе с вермакулитом пока это не станет сыпучим все это дело а потом я просто освобождаю ну если же и положим это сковым растение то я вот все равно придется выкопать но ровно для ровно подком более того все плодовые растения все вообще растения здесь посажены на холме то есть я практически их не заглубляю а наоборот а наоборот я ставлю на холмик вот сейчас покатали видно что этот холмик еще не ушел а потом он уходит и это как бы вас освобождает от необходимости делать заранее яму чтобы они осели я насыпаю прямо потом подойдем китайки долгое покажу там вот был огромный ком величиной наверно ну вот почти с метр ну не метр конечно сантиметров 80 и половина этого кома были наверху и к ней подсыпалась земля сейчас это практически этого почти не видно что сравнялась вот кстати говоря вот это с собой какая хорошая одна была от этого иногда расстраивает она почти уже вся обрезана потому что вообще это был медвежонок абсолютной это сорт сосны черный на на от этого медвежонка сейчас остался такой садовый бонсай вот потому что ему было внутри ну вот это продолжается все наши мучения это когда-нибудь закончится или или что это закончится либо костром либо тем что она одумается и начнет вести себя при слышишь девушка да она слышит слушай слушай даже сколько историй да что рядом вот не будешь плодоносить или будешь плохо себя вести на зиму у нас были таки даже были такие вот и кстати вот это вот такая красивая кудряшечка это сосна глауков пастигиата сорт сосны обыкновенный но в ней есть несколько декоративных признаков во первых это узкая форма ну потому что пастигиат это понятно уже предполагает вторых это голубая хвоя и в третьих это кучеряги она еще не просто такая она еще такая плотненькая такая широкенькая очень такая декоративная красивая горяночки я смотрю у вас тут и тут и там есть горянок немножечко но есть вообще здесь очень много еще когда я все это дополю будет понятно что здесь много флоксов это тоже моя с детства любовь большая мимо то я тоже не прошла видите шарики как шарики три шариков все-таки посадил асоки мои любимые люблю очень разных у меня много асок вот эти вот всяких разных я видела что вы очень редкий сорт от наталья самоленко привезли пальмира да да красивая любви рано по ми по мира это яблоня уральская селекция вот у нас интересные селекции ягод яблонь вернее в орле существует то есть если вы видите слово орел орловим там орловский сенап и так далее вы можете смело брать потому что это академик седов который вообще уникальный человек он вывел сорта яблонь абсолютно иммунных к парше вот точно такой же великий научный деятель в екатеринбурге живет до сих пор он жив седова уже нет да и он тоже самое сделал для своего региона для уральского это сорт яблони аксёна называется летний у него есть еще красивый сорт серебряная копытца и первоуральская то есть на такие вещи надо обращать внимание то есть если вы хотите хорошую яблоню нужно взять яблоню иммунную к парше да потому что это проблема потому что это проблема то есть точно так же как колонавидно нельзя брать вот все все подряд вот есть например сорт президент вот он перед нами есть сорт валюта есть сорт васюган и это все золотая коллекция а их сейчас очень много на рынке каких-то названий непонятных и люди хватают разочаровываются потому что кого это не только она видна это ерунда да вот вы понимаете вот этот сорт президент это яблоки как ли голь огромные хрустки вкусные огромный нас занимает место всего ничего и вот она вот сейчас будет цвести на нибудь огромное количество а вот там я смотрю уже там что то цветет из этого вот вот там какой сорт там вот за сербской елочка сербской елочкой сорт называется кумир это кумир а это валюта он тоже зацветет это вообще очень надежный сорт замечательный вкусный захотелось такую яблоньку себе посадить вы знаете вот вот причем расстояние ты смотри вообще это может быть даже еще меньше это может быть 50 сантиметров это может быть просто вот вдоль забора как-то то есть место не занимает нисколько единственное нужно конечно смотреть чтобы не была повреждена верхушечная почка вот для них поскольку они растут только наверх наверх в сторону не практически ничего не дает но даже если какая-то ветка пойдет в бок это не страшно это не обязательно хватит сразу хвататься за инструмент обрезать выкапывать и выкапывать и так далее я хотела вам еще показать сосну красно да точно про черную это мы по черную желтую поговорить черная есть пандероза желтая есть китайская красная сосна и это страшная редкость и это тоже из питомника родное дерево ну вот пока мы проходим мы можем оценить ущерб этой зимы это да это чиф вот так вышел да он придет его придется обрезать я подожду до середины мая с этой процедуры увижу что здесь ну примерно половина 50 процентов сохранено ну получается это чиф джозеф то что под снегом было до судя по всему я трудно сказать если кто был выше на самом деле трудно сказать что произошло это все-таки селекционные вещи не совсем наши риск риск да а зато все я все корианки пожалуйста извиняюсь это блин террор голубой император очень корианочки я так поняла что они очень любят вот такой вот глинистую почву влажную такую вот и жирненькую все пихта то есть вот саша жалуется надо что у него пески они у него плохо растут а у нас хуже с чувствует себя сосны как раз таки я грешу на то что ей не хватило сухость она могла просто запреть и как-то заболеть но я не фитопатолог поэтому я садовод любитель я не претендую здесь на какие-то супер знания но вот например тоже всеми любимая бушлейс это энгельмана до ель она прекрасность себе приземовал и хорошо себя чувствует а рядом блю могу елочка тоже она не вся удачно вышла из-под сне вот в ней в ней есть потеря подождем что там с почками может быть что-то проснется но будет значит обрезана и новую будем формировать макушку а вот это вот это что это фарманек стилящаяся такая елочка так она туда должна она она практически почвоподробная да и кстати говоря не малышка совсем то есть вот это она же да это она же то есть идея такая еле сербская пендула бронз будет наверх танцевать а у подножия будет юбка из форманьков склонившихся перед ее танцем хорошая сосенка красивенькая такая бодрый унициата да это сосна одна из версий горных сосен с более выраженным таким вертикальным габитусом не подушка это не плюшка не облако а это такое деревце а это клен ой господи это это на моя беда это клен шаросаванский ну не спрашивайте меня почему я его посадила знаю что это очень теплолюбивое растение японских кленов да конечно это и есть японский шаросава вот но он живой зима было тяжело посмотрим что проснется по крайней мере он уже пережил эту зиму я надеюсь что дальше он окрепнет немножко материал привозной материал не здесь выращенные за зарубежный заказ поэтому огребаемся по этому поводу но как за это собственно вот это растение когда-нибудь вы увидите во всей красе во всей красе потому что этот дуб крупноплодный сладкоплодный вот с такими огромными 20 сантиметровыми листьями с гигантскими плодами ладами и посмотрите какая хорошая скорость роста за три года он был вот такой он очень хорошо вырос окреп я считаю что в саду должен быть дуб от 2 и больше потому что понимаете все остальное ну-ка воде деревья кустики а это дуб ну это дуб и а если у тебя есть дуб значит ты посадил дерево посадил дерево для потомков а садоводы же они все оптимисты они все представлю вот такое сажая представляют как они будут сидеть в тени 300-летнего дуба ну между прочим как бы одни из самых долгоживущих людей кстати садовода потому что они ждут они ждут результатов им надо дождаться пришли и пришли смотрите во первых это ваша уникальная кустодержателя как мы жили без них я честно говоря не понимаю абсолютно потому что как только мы их поставили мы поняли что это шедевр во первых это красиво во вторых это надежно третьих это не вот тебе какие-то палки до торчащие то что александр соплестроем называют это правда а он мы все вот с этим соплестроем а мы кстати березу когда снимали вы увидишь там ваша пик да здорово да в общем не знаю ребята вот я очень рада жить нельзя может быть знаете как сказать бабочка для души а вот это для урожая который не валяется на земле ну то есть это точно нужно иметь в ассортименте и очень много и очень разного а это китайка долго или долго ее по-разному называют очень вкусная и очень красивая и очень красиво но знаете она сочетает себе декоративность и вкусовые качества обычной китайки в кашу превращается а это хрустка ну то есть она очень красивые такие бочоночки я думаю что тот кто делает заготовки там какие-нибудь компоты и варенье это вообще будет просто произведение варенье израильских яблочек до декоративных рынках декоративных рынках вcriствие в корenen которые и и что в